У нас в студии Анна Гунбина, врач-кистевой терапевт, травматолог-ортопед клиники микрохирургии кисти. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в нашей студии мы уже встречались с кистевыми хирургами и уже даже знаем о некоторых проблемах, которыми они занимаются и успешно решают. Вы кистевой терапевт. Да. А это что за направление? Кистевой терапевт – это врач, находящийся на стыке нескольких специальностей. С одной стороны, это хирургический профиль, в частности, травматология-ортопедия, как раз кистевые хирурги. И с другой стороны, это и реабилитация, и массаж, и ЛФК, и применение методов ортезирования. Можно сказать, что это специалист, который знает и владеет навыками сразу нескольких врачей. Вот, к сожалению, в Российской Федерации отдельной специальности кистевой терапевт на данный момент нет. Это направление пришло к нам из-за рубежа, в частности, с Америки и с Европы. Там специалисты кистевые терапевты очень востребованы среди пациентов. У нас в России данным направлением занимаются либо травматологи-ортопеды, либо реабилитологи. Но и те, и те врачи-специалисты должны очень много знать, владеть информацией и повышать квалификацию. Ну, конечно, мы уже очень сильно удивлялись, когда узнавали о том, что сколько косточек в кисти? Очень много. Ну да, их больше 20, да, или даже около 30. И, конечно, если только представить, как сложно мы устроены, то, конечно, прям я не удивлюсь, что если даже есть специалист по каждому пальцу. Возможно, в будущем будет. Возможно, в будущем и будет. Но очень хорошо, что есть сейчас именно специалисты по кисти. Если говорить о реабилитации, в какой ситуации она нужна, для кого? И вообще, как быстро к ней начинают, ну, к ней нужно прибегать, после каких ситуаций? Хотела бы немножечко вам на примере, чтобы было более понятно рассказать. Мы, например, возьмем с вами здоровую руку. От кончиков пальцев до середины предплечья наложим гипс. Проходим с вами 10 дней. И, поверьте мне, через 10 дней у вас будут проблемы в сгибании пальцев и в кистевом суставе. То есть даже вот 10 дней – это уже срок, когда наша конечность, наша рука забывает. Да, наши суставы начинают забывать нормальное свое функционирование. И это, прошу учесть, именно здоровая рука. Такое состояние называется контрактура сустава. А теперь давайте вот все, что мы с вами про здоровую руку сказали, перенесем на руку с переломом. Перелом – это не только нарушение целостности кости, это еще всегда сопровождается повреждением соседних мягких тканей, таких как мышцы, связки, суставы. Иногда, бывает, повреждаются сосуды и нервы. Это все сопровождается отеком. И по методу, по мере восстановления, образуется очень грубый рубец, который как бы спаивается, соединяется с соседними суставами и происходит обездвиживание в конкретной области. То есть, получается, реабилитация позволяет вернуть руку к жизни, да? Да, все правильно. Нормальное функционирование. Да, ну вот мы сегодня даже можем показать такие устройства, которые помогают в реабилитации. И у нас даже есть возможность увидеть, как это происходит. Вот то, что мы сейчас увидим, что это? Ну вот сейчас мы видим ортезы, я вижу, наши зрители, мы о них чуть позже скажем. А сейчас я хотела бы посмотреть, у нас прям есть видео, где происходит вот этот процесс реабилитации. Можно ли так его назвать? Да, конечно. Вот что это такое? На данном видео мы видим вспомогательный элемент, которым пользуется кистевой терапевт. Называется кистевая, либо канадская, либо мапс-доска. Здесь происходит обездвиживание в определенном суставе верхней конечности, и мы работаем с определенными суставами, которые нам именно надо разработать. То есть, скажем, условно, здоровые выключаются, те, которые ограничены, мы их разрабатываем. Мы можем наблюдать за тем, как увеличивается у пациента амплитуда, потому что мы переставляем ограничители, и дополнительно к этому я вижу динамику, и пациенты тоже видят динамику, и это повышает их мотивацию даже к дальнейшим занятиям. Они очень радуются. Здорово. Ну а то, что здесь у нас на столе, это используется каким образом? Давайте расскажем. Эти приспособления называются ортезы. Ортез – это приспособление для фиксации опорно-двигательного аппарата. Они бывают статические, то есть этот ортез, который обездвиживает движение, и бывают ортезы динамические. Они позволяют увеличить диапазон движения при каких-то различных патологиях. В частности, этот ортез используется при порезе лучевого нерва, и при данной патологии у пациентов висит кисть. Это снижает их качество жизни в бытовом плане. И поэтому этот ортез позволяет постоянно держать его в нейтральном, либо немножко в разогнутом положении, и пациенты улучшают свои социальные навыки. Ага. Ну вот я смотрю сейчас, здесь у нас еще лежит такой предмет, да, уж не знаю, насколько его можно назвать прибором. Это тоже ортез? Нет, это гипсовая лангета. Она очень часто используется в стационарах, в различных клиниках. Вот. Я предлагаю для того, чтобы понять разницу между гипсовой лангетой и ортезом, вам потрогать. Просто я беру руки. Оценить, да. Ну, конечно, что если две мои руки примерно одинаковые, то, конечно, рука, в которой лежит у меня вот эта лангета, она, конечно, сразу проседает по тяжести. Да. В этом состоит преимущество ношения ортеза. Во-первых, он в четыре раза гораздо легче, чем гипса. Это улучшает качество жизни и качество носки, длительную иммобилизацию пациента. Также ортез, как вы видите, он изготавливается из низкотемпературного пластика, благодаря чему можно сохранить индивидуальную форму кисти, то есть изготавливается индивидуально при пациенте. В этом ортезе можно спокойно мыться, купаться, он абсолютно не боится воды. И также в ортезе еще можно делать рентген-контроль для оценки срастания переломов, что нельзя делать в гипсовой лангете. Преимуществ много. Ну, здесь еще вот такие интересные ортезы. Я так полагаю, что это для пальцев, а вот это для чего? Да, вот этот вот ортез, он необходим для иммобилизации первого пясно-запясного сустава. У пациентов с данной патологией очень выраженный болевой синдром вот именно в данной области. И поэтому мы производим иммобилизацию ортеза, происходит обездвиживание, и снимается отек, и снимается болевой синдром. Пациентам гораздо легче становится жить. Ортезы носятся какое-то время или может наносить сколько угодно долго? Все индивидуально, в зависимости от травмы, да, и различных причин. Ну, на пальцы я тоже попрошу вас как-то их продемонстрировать. Тоже, ну, видимо, это какие-то могут быть переломы, да, или в связи с чем могут использоваться эти ортезы? Вот данные ортезы изготавливаются при патологии, которая называется малетфингер, то есть палец-молоточек. У пациента в каких-то бытовых случаях иногда бывает отрыв сухожилия-разгибателя. Это сухожилие крепится вот сюда, к ногтевой фаланге. В результате этого фаланга вот так опускается, принимает вид. Пациенты самостоятельно ее разогнуть не могут, и поэтому мы изготавливаем ортезы сроком на 6-8 недель. После 6-8 недель ортезы эти снимаются, и происходит уже разработка сустава. При данной патологии нет необходимости накладывать большой гипс, либо большой ортез. Достаточно вот такого маленького, который фиксирует только дистальный межфаланговый сустав. А все остальные суставы остаются подвижны. Это его преимущество. Анна, ну я правильно понимаю, что все-таки вот эти ортезы, они либо изготавливаются, либо как-то вот дорабатываются индивидуально под каждого человека и под каждую задачу? Да, конечно. То есть это не то, что мы приходим куда-то в аптеку или в какой-то салон покупаем? Нет, нет, нет. Ортезы, к сожалению, не все пациенты о них знают, и когда приходят к нам в клинику, они такие, ой, действительно, можно изготовить вот такой вот аппарат вместо вот такой гипсовой лангеты? Мы говорим, да. И тем более, еще раз повторюсь, ортезы изготавливаются при пациенте буквально за несколько часов, индивидуально по форме кисти пациента, что гораздо повышает качество его носки. Нигде не подавливает, не жмет, если надо, мы всегда корректируем. Анна, вот я правильно поняла, что, например, вот в клинику непосредственно к вам, да, как к кистевому терапевту можно обратиться, ну вот действительно, может быть, там после перелома, или наоборот, вот если эта травма буквально вот только что случилась, кто к вам обращается и кто к вам может обратиться? Скажем так, к нам обращаются пациенты, у которых имеется повреждение верхней конечности, какие-то синдромы, которые их беспокоят. В частности, это болевой синдром, выраженный после операции, сохраняющийся долгое время. Также может быть отек конечности, который долгое время не проходит, онемение пальцев, также обращаются пациенты для того, чтобы мы поменяли им гипсовую лангету на ортез. В принципе, обращаются пациенты практически со всеми травмами. Ну да, и даже вы можете по ходу решить, кто это должен быть, хирург, терапевт, может быть, это какой-то... Да, иногда бывает и такое, что от кистевого терапевта пациент идет уже к кистевому хирургу. Ну, я думаю, что осталось, наверное, нам пригласить наших телезрителей, если у вас есть те самые симптомы, о которых мы сказали, да, или вам нужна реабилитация, или вы просто хотите чувствовать себя лучше, улучшить качество своей жизни. Куда обращаться? Обращаемся в клинику микрохирургии кисти по адресу улица Гайдара, 14, номер телефона 93 65 19. Большое вам спасибо. В студии у нас была Анна Гунбина, врач-кистевой терапевт, травматолог-ортопед клиники микрохирургии кисти.